А вот, кстати, Юлия Матвеева, она вас опередила на несколько лет. Вот. Две девушки, вы и она, на всю страну. Две студентки, которые сказали, хотим к Жельзову, хотим научиться. Вот. И вот мы с ней проходим школу. Почему? Потому что эту тему еще не закончилось. Вот то, что вы начали, все начали. Там ниже еще будут ваши эти фотографии. Смотрим теперь так. Вот здесь была отрезана черешня и получилась кустовидная форма. Значит, съемочную группу несколько дней назад я угощал черешни. Вот. Кстати, сейчас фотографии делал сегодня. Висят, вот, как будто птицы специально их пожалели. Кто-то дал команду не трогать. Черешни плоды до сих пор висят. Вот. А это уже сама по себе сенсация. Потому что у нас холоднее намного, а им определили, знаете как, там 23-25 погибают цветочные почки, 26-28, то есть генеративные, 26-28 погибают уже сами по себе почки. Ну, ростовые почки и вообще дерево погибают. 26-28. А у нас таких теплых зим не бывает. И тем не менее, значит, я пропагандирую кустовидную форму. Для черешни, яблок, значит, слив. Почему? Они не боятся выпривания, а вот сложнее с абрикосами и с грушами. Там другая совсем система. Но мы об этом говорили, еще будем говорить. Вот это кустовидная форма. А теперь внимание. А, сейчас. Полюбуйтесь на черешню. Вот она. Вот. Полюбуйтесь, как мы встречали с Еленой Санной, с Авиничем мы встречали. Она как бы с моей стороны, то есть по ту сторону баррикады. А по ту сторону баррикады трое специалистов телеканала, который делал съемки в нашем саду. Вот. Ну и посмотрели. Значит, за базар отвечаем. Да, Елена Санна? Вот. Теперь посмотрите, продолжаем эту тему. Почему? Потому что, вот Елена Санна, потом, видите, я к чите. Вот так вот раз-раз. И опять к этому возвращаемся. Вот это стержневой корень. Я выкопал. Я делал, как, значит, за столом привал, высаживал, и у меня процентов 90-95 получалось хороший привилок. Но выбрал для фотографий, еще раз, это для меня. Вы знаете мои эти корни, сколько, как я, удачные. Это особый труд. Вот. И получается, что характеристика корней на лицо. Длинный стержневый корень. Видите? Теперь попробуйте его полить. Это вам не... Я бы не... Так? Вот. Это груша. Они отличаются, как день и ночь. У каждого должна быть своя... Как-то своя... Подход должен быть каждый. У них своя агротехника. Почему? Они генетически... Их скелет, их корни, вообще вся крона, все дерево, они различаются кардинально. А теперь смотрите внимательно. Вот это вот, никто чего вспомнит, это все та же, это самая, Ольга Иса, Исай, Исакова. Она, между прочим, и здесь умудрилась она нести вред. Вот здесь она приказала женщине, которая попросила совета. Извините, четвертый раз покажу. Или третий. Она посоветовала отрезать вот эту ветку. Это сразу полдерева. На кольцо. Вторую ветку, третью и четвертую. Потом еще покушалась на эти верхние, но там как-то невнятно. И вот получается, что дерево, оно очень, имея, почему оно вот так вот начало расти. А вот изначально. Вся история болезни, я это так называю, я ввел новый термин в садоводство. История болезни дерева. Не зная эту историю, нельзя по нескольким верхушечным листьям, которые начинают загибаться, чернеть, желтеть, покрываться пятнами. И там ставят диагнозы. Там, наверху. Вот. Глупость несусветная. А здесь, когда у нее оно начало загибаться, видите, вот это вот, начало погибать. Как это случилось? Сходите, я в историю болезни этого дерева. Я не хотел так подробно говорить. Но это все же учеба. Представим себе, что я студент, и меня комиссия смотрит с хмурым видом. А кто-то из комиссий тоже считает, что нужно отрезать четыре ветка. А, и, допустим, Исаакова Ольга, в учительстве Миряевского, в этой самой комиссии присутствует. А я экзамен сдаю. А на той создали, что четыре ветка надо отрезать, и что с ним, что она умрет после этого? Главное, это принцип. Главный принцип. Это как если человек 2 метра, а в средний раз 1,8 метра, давайте голову отрежем, значит, человек умрет, или отрубим голову. Но зато все остальное укладывается в стандарт. 1,8 метра. Вот примерно такой же уровень. А здесь получилось как? Дерево было посажено. Естественно, у груз самые плохие корни. Его невозможно вот так вот выкопать целиком. Вот. Это я очень старался, чтобы донести до вас саму форму. Очень старался. И вот получается, значит, корни были изумечены. Крону никто никогда не обрезает. Вот. Никто никогда. Это только пошло от меня уже. Может, не я первый догадался. Но пропагандист, самое главное в России, это я. Извините, что я, я. Но это факт. Вот. Почему? Я этим подчеркиваю, что вы можете просто не верить. Потому что я, я. Не верьте. И вот здесь получилось так, что выше отмерзло. Точнее, отсохло. Больше вы... Это было 6 лет назад. Выкормить не могла. Отмерзло. И в таких случаях появляется скелет вот здесь вот. Это обязательно. Внимание. Вот таким путем делается кустовидная форма. Когда у меня еще есть фотография, где позирует мой брат, здесь выше еще не отрезано, а все мертвое. Тоже черешня. Выше мертвое. Я вам показывал. Неудобно повторять эти и те же. Вот. Кустовидная форма здесь сделана специально. Это Сибирь. А здесь кустовидная форма родилась с горя. Что выше не пошло. Проснулись раз, два, три, четыре почки. И получился низко. Это же все-таки дерево, которое не предназначено для этого места. Вы видите, тут нет травы. Здесь все изувечено. Кормить его нечем. Выгреблена листва, выгреблена трава. Трава, если бы косилась. Просто была перемолота, испохаблена почва. Черви кормить не могут. Вот они там ходы все изувечены. В лучшем случае пытаются восстановить свое жилище. Вот это и есть дерево. Вот она кустовидная форма. А дерево-то привитое. А Ольге Исаковой все равно. Привитое, не привитое. Она знает, что сенец свой присущий штамп. Вот кровь. И даже сенец, когда вот так же отмерзнет вот здесь. Даже сенец все равно вот такой станет кустовидной. Хотя он должен был расти вот так. Не имея понятия о природе дерева, вот что мы получаем. Почему я говорю? Смотрим дальше внимательно. Ну, эту фотографию я обставил. Знаете, почему? Это и есть современный мир. Вот. Это Питер. Это женщина, которая за 300 километров рванула к себе на участок. Посмотрев мое кино или представил мою статью. Я показывал несколько лет назад, помните? Приехала, говорит, стою посреди сада и плачу. Не успела на один день. Родственники искалечили все деревья. Вот взяли, искалечили. Вот. По такому типу, как научила это. Вот. Это я отвлекся. Хотя по делу. Смотрите. Здесь вы видите грушу. Мы же о грушах говорим, правильно? Вот. Здесь вы видите грушу, которая уже урожай ее раскрыл. Не было ни одна ветка отрезанная. Ни одна ветка не осветлена. Никто не подходил ни к этому. Ни штамп не делал вот этот самый, из колечия ветки боковые. Никто ничего не делал. Она привитая груша и выросла, и все. Вот. Урожая достаточно. Но если бы рекорд был 40 педер, а обычно 20-30. Устроил бы Исакову. Ну, тогда зачем вот это вот. Зачем вот бы отрезать. Человеку говорить, отрежь вот это, вот это, вот это. Смотрим дальше. Еще пример. Сейчас вы увидите. Это будет учеба. То же самое. Смотрим дальше. Ветки уже ваш смотрят вниз. Вот уже, кстати, подчеркнули все фотографии с ума сада. Вот. Естественно, что у них потом остается, когда падает урожай, они остаются в наклонном положении. Когда избавятся от груза. Но тогда поступит команда все им уничтожить. Потому что смотрят вниз. Это еще один дерзкий прием. Чем им мешает? Ветка смотрит вниз. Наклон вниз. Ну, вот. Почему ее надо... Это въелось так, что когда показывали эти самые, тот же телеканал «Бомберы», эти же кандидаты в наук, которые к садоводству не имеют ни малейшего отношения, и как она, давай отрезать ветки, которые у них сложат. У меня волос нет, а тут что-то еще шевелится, шевелится от ужаса. Что же ты делаешь-то? Пройдет месяц, два, три, четыре, и она будет вот такая, как она в этом. Нет, она смотрит вниз. Но это я опять отвлекся. Как всегда. Ну, что ты сделаешь? Вот. Чем отличаются груши от всех остальных? Даже привитые груши, как мои. Вот видите. Это груша лада. Вот. Даже они, даже привитые, обязательно умудряются смотреть вверх. Вспоминаем корни. Они не расползаются вот так, а их надо поливать. И дерево, которое природное, имеет, а семечка выросла, имеет штамп, имеет вот такую крону. Смотрите, практически они уже пока вертикальны, да? Вот. И даже привитые, они настолько, им надо лезть вверх, вертикально. Вертикально. Что бывает вот так. Но, тем не менее, до возношения они все равно стараются... Почему? Для них вот эта вот форма кроны, это первое. Первое. Самое страшное в этих местах, где много дождей, где сыро, это когда вода стекает по штамбу. И штамп сгнивает. И штамп сгнивает. Родина у груши, я нигде не читал, я просто вижу перед глазами. Это совершенно засушливые места. И она сырости боится, как огня. Я уж так образно выражаюсь. Сырости боится, как огня. Вот. И для этого мне нужна такая крона, чтобы она, во-первых, вот так вот растекалась. Форма листа. Рёбра жёсткости у каждого листа. Наклон листа. Форма, ребра жёсткости и наклон листа. Всё, чтобы она вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Но именно у груши далеко не расползалась. Не на 2, 3, 5, 10 метров. А вот так вот метр-полтора. Всё, вот эта форма. И тогда она попадает вот сюда. Вот тогда. А вот форма вот этого. Вот такая и остаётся. Ну, укрепляется там до метра, до полутора. Вот. Представим себе, что она просто вот так вот сделала. Вот так же, вот так, вот так, вот так, вот так. Но тем не... Допустим, это натуральная величина. Пусть у нас тут метр. Но тем не менее, вот это сочетание узкая, узкая пирамидальная крона и такой-то, и такой-то, и такие же корни. У корней гладача в сухих местах выжились, миллионы лет прожили, научились вырастить длинные корни, закрепили в генной памяти и оттуда сосут влагу. Вот сейчас у меня нормальный урожай априкосов. Ой, груш будет опять так. Там три ведра, где 10, а есть будет и 20, и 30 всё это. Вот. В отдельный груш. То есть, это благодаря вот этому корню. Засуха дичайшая и сегодня засуха. Пару дождей за всё лето. Енисей высох так, что подходить к берегу страшно. И вот получается следующее. Форма крона специальная для того, чтобы… И что при этом происходит? То есть, она вынуждена такая быть, даже у привитого дерева, чтобы не растекалась вода и попадала к корням. Вот. Теперь смотрим вот этот сливок, тоже это у меня для будущих этих студентов, для будущих программ, может школьных, может университетских. Смотрите, вот эта груша, старая, заслуженная, ей лет 15. Ну, для груши это много. Я использовал её как маточное дерево и калечил, калечил, калечил. И она рано постарела, рано начала умирать. А от корней пошла груша дикая. И вот. И заметьте, привитая, видите, расползлась. Видите? Чуть не поймёт. Вот она. Вот. А стоило, значит, вылезти, проснуться почком груши натуральной, то есть подвою, и она полезла вверх вертикально. Вертикально, вертикально, вертикально. Почти вертикально. Чувствуете разницу? Ещё раз. Вот, привитая так, а это так. Вот. Теперь. Часто стараются. Ладно, по порядку. Смотрим дальше. Ну, чем вам плохо вот эта моя фотография? Смотрите. Считайте, что вертикально ветки не плодоносят. Чёрт из два. Видели? Возвращаемся сюда. Смотрим. И что мы дождались ли это? Смотрим. Плодоносят. У меня есть фотография намного ярче, плодов здесь раз больше. Мне стыдно показывать ещё раз. Не выдержал, второй раз показываю вот эту фотографию. Это естественная чашеобразная форма. Чашу выдумывают так, чтобы вот это вот взять, вот это вот взять, и вырезать вот так вот. Просто взять, вырезать. А ветки остальные по бокам. И это называется, значит... Ой, не хочу повторять этот идиотизм. Вот. Я просто к этому не подхожу. Приходит время. Что случается с этим? Внимание. Она расползается в разные стороны. Теперь получается так. Открытие на стыке профессии. Груши боятся воды. Раз уж вы, Елена Александровна, начали с грушей, я продолжил тему. Боятся воды. Значит, у них особая крона. Показал вам. Ещё будут тут фотографии. Посмотрим. Особая крона. Вот та самая. И только такая. Работать с ней, прорежать, расширять, вырезать, делать чашу. Это всё глупость, ненужная работа, опасная, вредная и даже смертельная. Коррозия металлов, коррозия груш. Им к грушам часть больше всего относится. Все знают, что коррозия подвергается на границе сред, нет, абрикосы сгнивают только так. Только так сгнивают. Так. А груша ещё быстрее сгнивает. Но в стране груш практически нет, особенно в кустах. Практически нет. Поверьте мне, знаю, что говорю. Я про Среднюю полосу, Сибирь, Дальний Восток и так далее. И вот получается, что одна из причин, её никто не понимает и не знает. Даже на ровном месте коррозия бывает. Я оказался случайно металлоргом, да почти случайно, в Москве в этот физико-технический провалил экзамен, пришлось идти, куда попало. Но я что-то тогда вынес, я знаю, что такое коррозия металла, разрушение металла именно на границе сред. у груши то же самое. Воздух, земля, и там она изгнивает. Ну, сами понимаете. Вот, на это как-то внимание никто не обращает. и наблюдая за грушами в саду чужих. Очень короткий век, если даже на ровном месте. В природе всё не так. В природе груши, они быстро-быстро выбирают место себе. А дальше, кстати, где попало. А где попало, это значит, прощая основание штамба, сгнивает только так. Ну, и, наконец, антифриз. Антифризом, это тоже, надеюсь, это я придумал этот термин. Он уже пошёл даже в науку, да, в аулин за мной повторил это. Антифриз груш, он выглядит вот так. Вот. Вот это вот фотография, вот это вот фотография. Вот. Если груша выросла в высших местах, то она в настоящих местах, в реальных, где мы её выращиваем, 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 ей нужно дотянуться до каких мест? До самых глубоких. Там более насыщен минералами, солями вода. Так. И я это назвал антифризом, то туда нужно ещё попасть. Значит, грушу надо посадил, не пересаживая ни разу. При пересадке обязательно вот это будет уничтожена половина и морозойка с грушей тю-тю. И принято считать, что груша менее морозойка, чем яблони. К сожалению, практика подтверждает, потому что я обязательно пересаживаю. Вот. Смотрим сюда. Вот это фотография из интернета. Поделился человек. Посадил его в яму, чтобы сгнила. Причём, я вам сразу говорю, эта груша покойница, её посадили на смерть. Но тот, кто эту фотографию размещал, он ещё этого не знает. Отрезано порядка, тут можно считать, почек или веток. Несколько десятков. Так. И вот она, жалкая хрома. Вот она. Вот это начало карьеры, и это и конец карьеры. Вот. А естественно, если бы она была всё-таки на холм посажена, груш потом начинает появляться дайвенцам. Вот отсюда. Ну, правильно, волшки, вот те самые. Вот оно, и причём повторят форму вот такую вот, почти вертикальную, и будут уничтожены. То есть, если всё-таки, нет, она погибнет быстро, это однозначно, посажена в яму. Но если бы посажена была на ровном месте, пожила бы несколько лет дольше. А если на холм, то ещё бы дольше пожила. Возможно, что в тёплых краях вот так бы сильно не сказалось вот эта страшная рана. И она бы ещё пожила, 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 но потом бы вот отсюда полезли бы ветки, она бы возвращала свою реальную, это же не искусственная, это же неправильная, это же не должно быть. Эта груша должна решать, не человек. У неё миллиарды, миллиарды летний опыт, и она должна решать, откуда им веткам расти. Вот это не обязательно, если они не мрят, обязательно появятся. Но их примут заводские. Вот так, я вам удалось вот как мог раскрыть тему. А теперь считайте, вы конечно, лодку. Я уже не буду засыпливаться, это моя груша, у неё упало раз, два, три, четыре, пять веток. Кроме одной, урожай был, я показывал кино, снимал, и фотографии есть, урожай был предельный, а это дерево маточное, у неё уже, она как бы, да видно даже по коре, да, что она не молода, что она внутри хрупкая. Вот все эти ветки рухнули. Но, полезны волчки. И я ни одного волчка не трогаю, она уже снова плодоносит. Вот, ещё закончится созревание плодов, ещё подойду, покажу, во что она превратилась. Снова сделаю фотографию. Заметьте, я ни железов, не отрезал, и не отрежу, Ирина Александровна Савинича тоже. Ни одного волчка. Мне всё равно, что вот на некоторых сразу появятся груши. Это если с почек выросли. А, уже появились, уже, уже. Вот. На других, через год, два, три, если это из клеточного материала. Да чёрт бы с ним. Почему я должен резать, почему я должен называть их жировиками? Просто ничего не надо трогать. Что интересно, тут пришлось пилой поработать. Здесь я ничего не делал. Чем-то, помню, замазал и забыл. Вот. И груша восстанавливается. И уже плодоносит. И без всяких хитростей. И никакой работы не надо. Ничего делать с ней не надо. Нужно просто ждать. Основа её, она привита на, на, на грушу уссурийскую. Она такой маршрут издаёт, что вот это вот страшные раны не смогли победить дерево. И дерево стало живо. Вот это вот молодое дерево. Так. Смотрите. Ему четвёртый год. Вот так оно выглядело в прошлом году. Фотография была сделана. Очень удачная фотография. Даже привитое дерево, заметьте, не вот так растёт, а почти вертикально. Им можно было множество веток отсюда. То есть, желание проредить, оно же густо-густо. Это 100% бы вот того товарища пустить сюда секат, там, изуродовал бы. А на самом-то деле, помните, фотографии выше, крона раскрывается, и уйти же 20-30 ветер. И без всякой хитрости. И вообще работать не надо. Ну, на всякий случай, показываю вишню. Вот. Вот она, кустовидная форма. Заметьте, почему бы ему, когда я отпилил, я отпилил, знаете, почему? Вот. Место освобождал. Это горько говорит, но вишня у меня перебор. А потом, когда она полезла вверх, встала не до неё, я про неё забыл. А теперь уже рука не поднимается. Я хочу посмотреть, что будет дальше. Смотрите. Почему природа, когда была уничтожена, а тут два варианта, или сама погибла бы, вот, или я уничтожил, неважно. Сразу, ну, штамм был вот такой вот, вот такой, сразу появляется, не она, а несколько десятков веток. Дерево сразу приняло кустовую форму. Так вот, я железо утверждаю. Это природой предусмотрено. Если дереву не удалось расти вверх, где в море солнце, где можно дать большой урожай, где всё складывается нормально, видели мои фотографии. Но не получилось, и она выбрасывает 10, 20, 30 веток, принимает форму запасную. Ага, я попала не туда, мне тут не рады, мне уничтожили штамп, тут неважно, пила или мороз. Мне уничтожили штамп, я теперь буду прятаться под снег, и чем ближе к земле, тем ниже ветра. Помните мои таблицы? Тем теплее, не холоднее. А у земли теплее. Кстати, насчёт теплее, холоднее, тоже ведь всё перевернули. Не имея никакого понятия, просто им кажется, что это. Чем ближе к солнцу, тем теплее. Аж на целых 2 метра 3. И вот получается такая картина. Понятно, надеюсь? Субтитры создавал DimaTorzok